Латвия Зинис, независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Одним из способов покрытия потенциально растущих расходов на оборону является повышение ставки налога на добавленную стоимость на один процентный пункт. Как отметил министр финансов Арвил Ашер Аденц, при планировании государственного бюджета многое будет зависеть от геополитической ситуации. Сейм сегодня ужесточил наказание для уклонистов. Умышленное уклонение от мобилизации лица, подлежащего мобилизации, будет наказываться лишением свободы сроком до одного года, а уклонение военнослужащего запаса, резервиста или земосарга – лишением свободы сроком до трех лет. За жестокое и насильственное обращение против супруга, бывшего супруга, как физически, так и эмоционально, можно будет лишать свободы на срок до трех лет. Такое наказание можно будет применить в случае, если применивший насилие человек состоит или состоял с потерпевшим в постоянных интимных отношениях или с которым есть общее хозяйство. Сейм в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону, по которым за жестокое обращение с животным, в результате которого оно погибло или покалечено, можно будет применить лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы или надзор-пробация с лишением права на содержание животных до пяти лет. Нацобъединение предложило запретить работать в школах гражданам России и Беларуси. Сейчас в Латвии таких 214 педагогов. Категорически против выступил руководитель парламентской фракции стабильности Алексей Росликов. Проект постановления для оценки передан в комиссию Сейма по образованию, науке и культуре. И Росликов обещал работать над тем, чтобы подобный провокационный проект не был принят. Об руководство Латвийского олимпийского комитета пришли люди, не особо известные, в кругах спортсменов. Кроме того, в исполкоме теперь не будет нескольких фракций, например, баскетбола, футбола и легкой атлетики. Также не будет представлена Федерация стрельбы, президент которой, Раймонд Бергменейс, усматривает в новом составе руководства сомнительные совпадения. Водители машин, зарегистрированных в третьих странах, по-прежнему регулярно нарушают ограничения скорости. Для прекращения этого планируется ввести требования декларации транспорта, а также мейла и адреса в Латвии в системе Дирекции безопасности дорожного движения. Госполиция незадекларированные машины сможет штрафовать и ставить на них блокираторы колес, чтобы водитель не скрылся, не оплатив штраф до выезда с территории Латвии. Латвийская ассоциация плодоводов отмечает, что в этом году ожидается хороший урожай голубики. Он не будет равномерным, поскольку влажность и температура воздуха сильно различаются в регионах. Последние заморозки на востоке Латвии были очень сильными и стали причиной больших потерь урожая. А в Курзамы и Изенгала, глубики и черники они особо не повредили. В июне в Риге состоятся мероприятия Балтийского прайда. Они начнутся с сегодняшнего открытия Дома прайда и продлятся до 15 июня, когда планируется шествие за равноправие. Until we are all a cure. Латвия Зенис – независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.